Вот вы держите в руках план, в виде краткой инфографики, такого предложения по затягиванию поясов. Честно скажу, что мне этот план не нравится, но он и не должен, как говорится, не 100 рублей, чтобы всем нравиться. Ни у кого не может вызвать положительных эмоций сокращение социальных расходов, особенно по таким чувствительным направлениям, как пенсионеры, инвалиды, матери-одиночки. Я даже не могу прочитать, даже страшно читать. Вот больничные, 8% от средней зарплаты уменьшается на 8% больничные, да? Сейчас 100%. Помощь в рождении ребенка, давать от среднего дохода семье на одного человека не превышает 6 тысяч гривен в месяц. То есть давать. А если отменить госпомощь детям, чьи родители уклоняются от плата элементов? Это совершенно ужасный пункт. Представьте себе, что отец скрывается в Сибири, где-то работает на стройках, и не платит матери алименты. Сегодня она получала 1167 гривен помощи на ребенка от государства. А поскольку отец не платит алименты, то и не будет платить эту помощь. Но это как-то глупо. Очень многие пункты вызывают вопросы. Я надеюсь, что в таком этом виде не будет принято. Особенно ужасно обучение в старших классах. То есть 10-11 классы платные. Вот это, что я не досчитал. Это в вузах, да? Особенно ужасно лишение стипендий студентов ПТУ. Особенно ужасно прекращение, например, еда. Бесплатное обучение студентов из мавилетных семей тоже отменяется. Ну, бог с ними еще с льготами. И в конце концов, если эти студенты из многодетных семей успешно сдадут ЗНО, то они будут учиться и поступят на бюджет, они будут там учиться. Раньше они имели возможность просто сдать экзамены средне плохо, но учиться на бюджете. Допустим, еще можно понять, только талантливые дети будут учиться на бюджете. Льготников не будет. Но отмена питания в больницах, ну что это? Ну, как бы, а если по скорой привезли? А если человек не может связаться, даже если у него есть деньги? Вот физически. Я даже не могу представить многих из этих мер, как это будет работать. Тем более, что существует более детальная таблица экономии, сколько экономится бюджетных денег за счет этого. По ряду очень социально-болезненных пунктов, на самом деле, экономится весьма незначительная ситуация. Простил, я даже вставлю, что питание в больницах станет платным, экономя 956 миллионов гривен. Вот масштабах страны. Это за сколько? За месяц, за год? Это за год. За год, да. Ну, я не думаю, что на питание в больнице тратится миллиард в год. Мне кажется, это завышенная оценка. Вот интересно, ну детсады еще как тут не вспомнить. Отчисление ребенка за 20 дней пропуска подряд без веских причин. По-моему, это можно рассмотреть на местах, там, в конце, что отчисление. Это может быть веской причиной для ребенка детсадовского возраста. Но что является веской причиной для отчисления пятилетнего ребенка из учебного заведения? Что он подрался со сверстником? А кто вот эти формулировки? Их, наверное, как-то продумывает, их как-то, ну, кто-то редактирует. Это же люди где-то на себе. Андрей, ну, у меня нет вопросов. Но самый вопиющий бунт, какой бы мы выделили все-таки? Ну, понимаете... Разрешить ликвидацию домов престарелых. Вот хороший пункт. Другое, в другое он попал. Как это тоже себе представить? Разрешить ликвидацию домов престарелых. Австрика куда?